Впервые в этом году в Орел начали возить арбузы из Крыма. Плоды большие, на вид продавцы обещают, что на вкус слаще не найти. Для проверяющих из отдела карантина растений Управление Россельхознадзора самое главное это солома, на которой сладкий сахарный арбуз везут к нам в регион. Соломом отбираем на определение, есть ли в ней остатки карантинных растений и семена. Также на арбузах может прилипшая земля, где также могут быть остатки карантинных растений и семена. Если крымские арбузы в Орел только начали возить, то краснодарских продали уже 60 тонн. А может и больше, уточняет хозяин. Сезон-то в этом году начался раньше. В Краснодарском крае жара благоприятствовала. Арбуз, как бы называется по словам, по нашим традициям мама, она более вкусная и красная. И она звукливая, она дает очень хороший звук. И сразу чувствуется, что арбуз хороший. Как бы по своей многолетней профессии я уже соображаю про арбуз. Я с одного взгляда смотрю, я знаю, что так это арбуз. Ветеринарное свидетельство есть на руках у каждого продавца сладкоягоды. Так что покупатели легко могут его попросить. Там все данные. Главное для покупателей не обмануться с выбором любимого арбуза. На сегодняшний день, везде в СМИ, например, говорят о том, что проверяется качество арбуза на содержании нитрата. Но это не совсем верно, потому что по технологии выращивания, процессы выращивания арбуза подвигаются обработке фунгицидами и инсектицидами. Это кроме того, что вносится удобрение. Поэтому здесь идет угроза заражения инсектицидами и пиццидами. Это может вызывать шерстное отравление, если употреблять в пищу арбузы слабо мытые или вообще не мытые. Кстати, покупать резанный арбуз или прикрытый пленкой ни в коем случае нельзя. Вероятен риск отравлений. Что до цены, то в этом году она несколько выше. Сказались транспортные расходы. Но даже с учетом всего этого, дороже 30 рублей за килограмм, арбуз стоить не будет. Занимающиеся их продажами говорят, летом 2017 будет настоящая арбузная лихорадка. Урожай уродился, что называется, на славу. А проверка отобранных в ходе мониторинга образцов арбуза показала, данные ягоды безопасны для употребления. На арбузах мы проводим энтомологическую и гербологическую экспертизу. И в случае наличия земли или почвенных комков, вот как в этом случае на арбузе, проводим гельминтологическую экспертизу на наличие гельминтов в почве. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.